Доброе утро, Егор. Отделение анестезиологии в городской больнице номер 5 сегодня исполнилось целых 40 лет. Это достаточно внушительная цифра. За это время через отделение прошло огромное количество пациентов. В год через реанимацию этой больницы проходит около полутора тысяч человек. А в чем состоит специфика работы анестезиолога, нам расскажет Крастилев Евгений Юрьевич, заведующий отделением врач-анестезиолог. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Расскажите, пожалуйста, вообще за последние годы, что было достигнуто на базе краевой больницы? Вы знаете, за последние годы многое, что изменилось по нашей службе. Именно про нашу больницу хочу сказать, что более широко внедрили в практику эндоскопические методы обследования и лечения. То есть сейчас малоинвазивными методами мы делаем те операции, которые раньше делались только полостные. То есть разрез большой, ну и удаление того, там, новообразования или еще чего-то. Но на сегодняшний день это все делается эндоскопически. То есть с эндоскопистами заходим, все это благополучно удаляем. Метод более щадящий. Также больные с механическими желтухами раньше подвергались только полостным методам лечения. Сейчас, благодаря открытию отделения судистой хирургии и рентгенохирургии, большинство больных дренируется через кожные протоки желчные, дренируем. То есть разгружаем, отток желчи даем. И эти больные тоже благополучно у нас на этом как бы лечение заканчивают, переводятся в центральные районные больницы, ну дальше. Что вообще входит в обязанности анестезиолога, что должен он уметь, чтобы считаться специалистом хорошим? Ну тут в обязанности анестезиолога входит это проведение обезболивания в основном, наркозов. То есть, да, но специальность у нас, она несет в себе двойную. То есть еще анестезиолог, он же реаниматолог. Днем это обезболивание наркозы, вечером на дежурствах это палата реанимации, то есть лечение интенсивной терапии ведения больных, ну и плюс оказание экстренной помощи всему стационару, многопрофильному. Стационар у нас на 70% это хирургия. Ну то есть здесь важны знания практически во всех областях медицины, чтобы ориентироваться, ну так скажем, в любом вопросе. Спасибо, Евгений Юрьевич, у меня пока на этом все, и я передаю слово в студию.